Это головный диспетчерский пункт Гомельской энергосистемы, центр оперативного кирования. Подобных пунктов в Гомельской области наличивается несколько, от сельсетки разыходятся на десятки тысяч километров. В целом в системе республиканского унитарного предприемства Гомельэнерго сегодня працует около 8,5 тысяч человек. Именно это люди забеспечивают беспарабойное электро- и теплозабеспечение всей Гомельской области. Вот в это здание я пришел в 1978 году инженером в эксплуатационную службу. Я работал несколько лет в электрических сетях, 15 лет я проработал в центральной диспетчерской службе, ну и вот с 2002 года заместитель главного инженера. Гомельская теплоэлектроцентраль номер один была увидена в эксплуатацию еще в 23-м году минулого 100-го дня. Сегодня же республиканское унитарное предприемство Гомельэнерго – это складанный технологичный комплекс, який включая электростанции, котельные, трансформаторные подстанции. Протяглость тольки тепловых сеток, складая омали 800 километров. Линии электроперодаши розной могутности распростерлись больше на 30,5 тысяч километров. Развивалась не только Гомельская ТЭС, развивалась вся система. И вот за этот, в общем-то, в масштабах, скажем так, человеческой жизни короткий промежуток изменения настолько серьезные. Причем, скажем, не только в усложнении или изменении элементной базы, оборудования, а профессиональные качества людей, точнее, образовательный уровень, профподготовка, выросли настолько значительно, что я вот даже с трудом вспоминаю, как у нас справлялись люди со средним образованием, семью классами я вот встречал людей. Сегодня даже на рабочих должностях работают люди с высшим образованием. До своего профессийного свято Гомельэнерго подошло с достойными выниками. За прошлый год были выполнены все основные показчики. Коллектив спрацевал без сбоев, а кроме того, подходит до конца реконструкция Гомельской теплоэлектроцентрали номер один. Это серьезные объекты, которые в финансовом, так и в техничном плане. Уведение их в эксплуатацию даст макшимость значительно повысить экономичность энерговыгрыстания.